Высшие федеральные органы государственной власти США, система государственного управления США, образованная с принятием Конституции США в 1787 году, форма государственного правления, федеративная республика, федеральное правительство обладает только теми полномочиями, которые прописаны в Конституции. Федеральное правительство работает на основании принципа разделения властей и подразделяется на три независимых ветви власти, законодательную, исполнительную и судебную, законодательный ветвь власти, высший орган законодательной власти, двухпалатный Конгресс, Верхняя Сенат, Нижняя Палата представителей, каждый штат имеет ровно двух представителей в Сенате. Количество представителей в Палате представителей от каждого штата определяется каждые 10 лет в зависимости от численности населения каждого штата. Каждый штат имеет хотя бы одного представителя, независимо от численности населения. Сенаторы избираются на шестилетний срок, представители на двухлетний. И сенаторы, и представители могут переизбираться на неограниченное количество сроков. Каждые два года в порядке ротации меняется одна третья представителя Сената, возрастной ценз в Верхнюю Палату – 30 лет, в Нижнюю Палату – 25 лет. Также действовал ценз оседлости органа законодательной ветви Федерального правительства США, Конгресс США, вспомогательное агентство при Конгрессе США, исполнительная ветвь власти, президент США, глава государства, правительство, верховный главнокомандующий вооруженными силами США. Президент США избирается на четырехлетний срок, причем может занимать этот пост не более, чем два срока. Органы исполнительной власти Федерального правительства США, президент США, вице-президент США, исполнительные департаменты США, независимое агентство, корпорации Федерального правительства США, советы, комиссии и комитеты, федеральные консультативные комитеты, судебная ветвь власти, высшей судебной инстанцией США является Верховный суд. В его компетенцию входит рассмотрение особо важных дел апелляций, исков против штатов и федерального правительства и определения конституционности законов. Фактически Верховный суд обладает громадной властью, так как его решения могут отменить любые законы и указы президента и могут быть пересмотрены только принятием поправки в Конституции. Кроме того, члены суда выбираются пожизненно и практически не могут быть подвержены политическому давлению со стороны президента, Конгресса или избирателей. Впрочем, однажды президент Рузвельт сумел оказать на Верховный суд политическое давление, угрожая расширить количество судей за счет добавления новых, если Верховный суд и далее будет противиться принятию законов о защите наемных работников. До этого исторического момента Верховный суд США признавал недействительными все законы о гарантированной минимальной заработной плате наемных работников и о гарантированных условиях труда на вредных производствах. Мотивируя эти решения свободой договора, органы судебной ветви Федерального правительства США Верховный суд США Приостановка работы правительства США Приостановка работы правительства США происходит, когда разногласия между различными высшими органами государственной власти невозможно преодолеть в ходе переговоров между ними. Главной причиной разногласий является планирование бюджета страны, которое, по закону, должно завершиться к 30 сентября. Если этого не происходит, федеральные агентства закрываются полностью или частично, отправляя сотрудников отделов, которые признаны некритическими. В отпуск без содержания С 1976 по 2013 годы федеральное правительство США приостанавливало работу федеральных агентств 18 раз. Наиболее масштабными были закрытия 1995, 1996 и 2013 годов. Авторское право Согласно действующим на 2005 год законом США все работы федерального правительства США официальных обязанностей находятся в общественном достоянии. Смотри авторское право в США Критика в материале «О ситуации с правами человека в США» 2006 опубликованном пресс-канцелярии Госсовета Кайнер отмечается, что американское правительство нередко разрабатывает ложную информацию, нацеленную на введение в заблуждение населения страны и живущих за рубежом.